В этом мире есть только два Бога. Один Бог – это Отец Небесный, а второй Бог – это Маммона или Желтый Дьявол. Деньги. Кто-то продает за деньги свой труд, знания, опыт. Кто-то готов за деньги пожертвовать своей честью, достоинством. Кто-то продает за деньги свое тело. А кто-то готов продать за деньги свою душу, бессмертную душу. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды». Сегодня мы с вами поговорим о так называемом «Желтом дьяволе» – Маммоне, о деньгах. Друзья, я расскажу немного о себе. В детстве я любил играть монетками, деньгами. И, понимаете, не то, что я любил как-то их считать. Я представлял вот эти деньги солдатиками какими-то. Любил перебирать эти деньги. Но вот я заметил, что когда ты очень долго перебираешь деньги, руки в конце начинают отвратительно пахнуть. Их даже помоешь с мылом, они не отмываются. Понимаете, вот запах денег вот этот, он надолго впивается в наши ладони. Когда я стал взрослым, я работал на пенской печатной фабрике «Газнак». Эта фабрика занимается в том числе и... ладно, не буду раскрывать секреты. В том числе и деньгами занимается. Я пересчитывал в том числе и деньги, кроме ценных бумаг. Не буду посвящать вас в секреты производства, но скажу, что передо мной лежала стопка, большая стопка денег. И вы знаете, вот когда ты долго работаешь с деньгами, постоянно они у тебя на виду. Когда перед тобой возят огромные стеллажи с деньгами, пачками денег, как-то перестаешь на них обращать внимание. Они становятся не более чем бумагой. Так скажем, полуфабрикатом. Друзья, вот так же мы с вами, верующие люди, должны относиться к деньгам. Это не более чем средство платежа. Не более чем. Вот эта вот бумага не должна завладеть нашими бессмертными душами. В гробу, как говорится, карманов нет. Нет, наше богатство – это доброта, честность, наша вера, наша любовь. Много чего я могу перечислять долго. Земные богатства – это ничто на небесах. Это пустой звук, это прах, от которого нам следует отрясти свои ноги. Вот сейчас, друзья, в мире происходит так называемая пандемия, как кто-то называет, коронавируса. И некоторые нечистые на руку и нечистые душой люди начинают наживаться на этом. Приглашают в так называемые общины людей и, обманывая их, заставляют переписывать на свое имя имущество вот этих обманутых людей. Есть такой священник русской зарубежной православной церкви, РПЦЗ, так называемый, Александр Липин. У него есть канал на ютубе, называется «Пастырь Добрый». Вы знаете, я услышал как минимум два свидетельства людей, разных людей, которые утверждают, что Александр Липин наживается на этих верующих людях. Как минимум два свидетельства. Понимаете, один человек говорил, я не верил, но два человека это уже, так скажем, есть повод для того, чтобы задуматься. Я не обвиняю, конечно, Александра Липина. У меня, как говорится, фактов нет. Но, тем не менее, я слышал свидетельства двух людей. И я хочу предостеречь вас, люди добрые, если вы смотрите канал «Пастырь Добрый», канал Александра Липина. Пожалуйста, если вы захотите поехать в его общину, не переписывайте свое имущество на него или на кого бы то ни было. Ваше имущество – это ваше личное имущество. Вы, как говорится, можете скидываться на какие-то предметы первой необходимости, на продукты. Вы же будете жить, как говорится, одной большой общиной, одной семьей. Но я не советую переписывать ни на кого ваше личное имущество. Как говорится, деньги – это большое искушение. И переписывая свое имущество на кого-либо, вы этого человека ставите перед большим искушением. Желтый дьявол, друзья, силен. И он может завладеть душой этого человека. Вы знаете, есть такая старая мудрая пословица. Хочешь потерять друга – дай ему в долг. Даже в долг давать нельзя друзьям. Если хочешь помочь другу – дай ему безвозмездно то, что считаешь необходимым. Но, друзья, как говорится, чтобы в случае чего не остаться, извините, с голой попой на морозе, да еще и не одному, а с детьми, надо всегда думать, что вы делаете. Никому не доверяйте ваше личное имущество. И, друзья, еще хочется несколько слов сказать о Александре Липине, священнике РПЦЗ, авторе YouTube-канала «Пастырь Добрый». Услышал в свидетельствах вот этих людей как раз, что Александр Липин называет общину своей. Если, конечно, это правда, то это отвратительно. Государство, я считаю, должно принадлежать Богу. Не людям, не правителям, а Богу. А община христиан принадлежит Богу и Иисусу Христу. Бог – Отец наш Небесный, Иисус Христос – наш единственный учитель и наставник. Только им может принадлежать христианская община, а не каким-то там людишкам. Как говорится, мое в этом мире вот упало, еще дымится, вот это мое. А все остальное – это, как говорится, Богу Богово, Кесарю Кесарево, что называется. Друзья, еще такой момент интересный. Вот в последнее время очень много нападок идет на наших православных пророков. Никто не почитает, ну, большинство людей, верующих в том числе, это стыдно, конечно, не почитают Василия Блаженного, не почитают Серафима Саровского, не почитают монаха Авеля, не почитают отрока Вячеслава, Григория Распутина, поносят всячески. Друзья, кто такой пророк? Пророк – это человек, который говорит волю Бога другим людям своими устами. Верующие люди обязаны почитать пророков. Люди, которые не почитают пророков от Бога, они будут наказаны. И вот, друзья, интересный момент. Александр Липин заявил о том, что он не считает отрока Вячеслава святым, пророком и так далее. Он считает, что это мальчик простой. Вот, недавно подписался на канал Александра Липина, но вот услышал вот это вот заявление и отписался тут же. Понимаете, друзья, я не хочу поддерживать священников, людей даже простых, которые не почитают православных пророков. Устами пророка говорит Бог. Мы обязаны почитать Бога. И мы обязаны почитать людей, которые говорят от имени Бога. Что еще добавить вот к этому всему, так сказать, подвести итог? Если вы едете в какие-то православные общины, ну, неважно там, какие православные, неправославные, в любые общины, если там что-то есть общее, как говорится, надо скидываться на общее, то есть на еду, на какие-то предметы первой необходимости, а свое личное имущество не доверяйте никому. За свое личное имущество несете ответственность только вы. Не забывайте об этом. Как говорится, не вводите искушения других людей. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вы согласны со мной, или дизлайки, если не согласны. Ваше право. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Продолжение следует. Продолжение следует.